В это утро мы будем говорить, можно сказать, о таком современном герое веры, и для меня даже это немножко сложновато говорить о этих людях. Сложнее говорить о современных героях, чем о тех библейских. Для меня, which one biblical one? Потому что вот эти современные герои, это как будто такой игрок по истории, так это выглядит. Но я верю, что мы можем все-таки чему-то научиться от них. И так, чтобы больше всего, более всего, это было как бы для нас вызовом. Когда мы будем изучать то, что совершили, чего достигли эти люди, это может нас удивить. Но я надеюсь, что более всего, это наше сердце к чему-то подтолкнет. И, может быть, Господь даст нам такую же возможность сделать столько же, может даже и больше. И надеюсь, что это не будет слишком скучно. Но чтобы мы могли все-таки подчеркнуть кое-что из жизни и примеров этих людей. Я выбрала одного из моих любимчиков для начала. Я прочитала историю этого человека. И для меня это был тоже толчок в служении. Уильям Кэрри зовут его. Я не знаю, слышали ли вы о нем когда-то. Иван Леон известен тем, что он является отцом современных миссий. Он был старшим ребенком из пяти детей. И его родители были ткачи. И он рос в англиканской церкви. И когда ему исполнилось шесть лет, его отца назначили лидером в церкви. И так же его отец был учителем в местной школе. Хотя в этом случае он был и директором школы. И еще, когда он был ребенком, он был очень любопытным в науках и в истории. В гуманитарных науках, особенно в ботанике. Также у него был, естественно, дар, склонность к языкам, изучению языков. И он сам выучил латинский язык до 14 лет. Это некоторые, можно сказать, примеры из его жизни. И так же мы потом увидим, как Бог использовал этот талант в жизни его. И когда ему исполнилось 14 лет, он стал учеником у обувщика. Кларк Николс, его звали, этого человека. Можно сказать, так же он был воцерковленным человеком. Так же там еще был другой ученик у этого обувщика. Его звание был Джон Вор. Джон Вор звали. Но он был десентер. Я должен объяснить, что он десентер был. Иду. В ангеликанской церкви было много неспокойства. Это непорядка. И некоторые считали церковь просто как организацию, а не живым телом. И эти люди, можно сказать, они поддавали сомнение некоторой доктрины, которую учили в ангеликанской церкви. Особенно доктрина о крещении. И доктрина о личном обращении. Ну, как обычно, в те дни, если крещены, еще когда вы маленький ребенок, то вы спасены. Да. Он был... Давайте посмотрим. Я поставлю это здесь? Да, он был роден в 1761. Так что вы знаете, в какой период мы думали. Кто был? Джон Вильям Керри. Вильям Керри. Он родился в 1761. Он родился в 1761 году. Окей. So, through the influence of John War, И на него оказал влияние вот этот Джон Горр, второй ученик. Керри would eventually leave the Church of England and join the dissenters. Dissenters, they like... They were those we just talked about, who were disagreeing with the Church of England. Like... Yeah. Dissenters. Those who do not agree. Не согласные диссиденты. Yeah. И этот человек повлиял на Керри, Уильяма Керри. Yeah. And they would form a small congregational church. И они сформировали маленькую общину церковь. This denomination exists still today in England. Конгрегационная церковь. И эта динаминация все еще существует в Англии. During the time that he was apprenticed to this shoemaker, и пока этот Уильям Керри был учеником этого обувщика, he also taught himself Greek. Он в это время параллельно учил и греческий язык. When Nichols died in 1779, and when Nichols, его друг, умирает в 1779, he went to work for another shoemaker called Thomas Old, he went to work for another shoemaker called Thomas Old, которого звали. And he eventually married Old's sister-in-law. И в конечном итоге Уильям женится на, получается, не верь, так сказать. Who was she? She was Old's sister-in-law. Сводная сестра. So she was married, sorry, she was, she was the daughter of his wife. No, that's not true. She was the sister of his wife. А, понятно. То есть, женится на сестре его жены, этого Николс, who is the name of us. Her name was Dorothy Plackett. Dorothy Plackett, ее звали. But she was Thomas Old's sister-in-law. So she was the sister of his wife. То есть, она была сестра от этого Томаса. Сестра жены, сестра жены этого Томаса. Yeah. Okay. Unlike William, William Carey then, we're back to William Carey. Dorothy was illiterate. She couldn't read or write. В сравнении с William, Dorothy была необразована. Она не могла ни читать, ни писать. William Dorothy had six children. У William Dorothy родилось шесть детей. Four sons and two daughters. Четыре сына и две дочери. Both of the girls died in infancy. А обе девочки так и умерли еще в младенчестве. Также один из сыновей, Петр, которого развали. Томас Олд вскоре тоже умирает. И William забирает себе его бизнес. Yeah. During this time, he taught himself Hebrew, Italian, Dutch and French. И в то время он уже учит еврей, итальянский, французский и голландский. Yeah. Часто он работал с обувью и также в это время и читал. I hope this is encouraging. Надеюсь, что это вас чем-то ободрит. But also a challenge. Ну и к чему-то побудет. Yeah. I'm not exactly sure how old he was at this particular point. Я не уверен, сколько ему тогда лет было. But he was probably only somewhere between twenty and thirty years old. Ну, где-то в районе двадцати-тридцати лет ему было. So, if you want to follow his example, if you want to follow his example, you need to learn Latin, вам нужно выучить латинский, еврейский, иврит, итальянский, голландский и французский. До того, как вам исполнится тридцать лет. Okay. Now, his conversion was very strong. Его обращение было очень знаменательным. And the Lord put a tremendous burden on his heart for the lost. И Господь положил такое большое бремя на его сердце ради погибающих. And at this particular time in his life, he moved to what was known as the particular baptists. Particular? What's that like? И в тот период жизни он, получается, перемещается или переходит в церковь баптистов, каких-то особенных баптистов. То есть, внутри баптистского движения есть различные идеи. И одно из этих движений называется как бы особенные баптисты. Что это означало? Это очень сильная фокусировка на Слове Божьем. На Библии. И, как говорится, они были очень как бы очень скрупулезно относились к Писанию. Окей. There were at this particular time he also began to get contacts with others of like mind. И в это время он также выходит на контакты с другими единомышленниками. Может быть, для вас эти имена ничего не значат. Но очень хорошо эти известные имена в Англии. Джон Райленд. Джон Сатклифф. Джон Сатклифф. И Андрю Фуллер. Это те люди, которые очень сильно были вовлечены в миссионерскую деятельность, которая начиналась тогда еще, как бы, с самых начала. И они пригласили его проповедовать в их церкви. И 5 октября 1783 года Уильяма Кэрри крестили. Потому что до того момента никогда он этого еще не делал. его крестили еще, когда был ребенком в Англиканской церкви. но теперь он подошел к этому моменту, и это была часть его формирования. Он пришел к тому моменту, где он сказал, что нужно взять этот выбор на своем. Но теперь он подошел к этому моменту, сознательно, можно сказать, и говорит, что вам нужно принять это решение, сделать этот выбор самим. И то, что все это основывается на том идее, которую они выдвигали, что принятие Ишуа как Мессии это личное дело. Каждое. Невозможно это с помощью какой-то формы ритуала совершить, или никто не может этого сделать за вас. Возможно, в наше время ничего в этом особенного нет для нас. Но, как следует помнить, в те дни эти парни очень шли, можно сказать, против потока. Против общего мышления. Especially what the established church taught and promoted. Established the church? The established church. You know what I mean by the established church? But not the organizational church you mean? The same thing, yes. But we use the word established in English because it's the Church of England was the state church. Let's put it that way. So they established non-state church, you mean? No. What I mean is that they were going against what the state church, the Church of England at that time was teaching concerning baptism and personal conversion. That's translated. Yeah. But what about established church? What kind of church do you mean? Non-state church? Non-governmental? No, no. That's the same. It basically means the same. Established church means the same as state church. But of course not in all countries is it a state church. Yeah? There's a difference. Because like when we're referring to established churches we're referring to churches like Lutherans, Church of England and Catholic, Roman Catholic. and say it all from the beginning the whole thought. Yeah. No. The idea is that they were going against what we termed the established church. То есть те люди они идут против общего потока, против этой установленной церкви как организации. In their situation that was also the state church, the Church of England. И в их ситуации это была церковь которая была под покровительством государства. But in English when we talk of the established church it was an anglican's церковь. И в английском когда мы говорим установленная церковь, организационная церковь. Yeah. Организационная церковь. We're talking about the three I'm sorry, four we have the orthodox church as well. When we're talking about established church we're talking about the Church of England. То мы говорим об англичанской церкви. the Roman Catholic Church the Roman Catholic Church Orthodox Church the Orthodox Church the Orthodox Church and what was the fourth one? I said it earlier. No, not the Baptist. It's Lutheran. 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 the Lutheran Church the Lutheran Church is a state church in Germany. For instance, the Lutheran Church is a state church in Germany. It's a state church in Germany. But not in Finland. But not in Finland. She's independent in Finland. She is the established church, but she is not the state church. And in Finland. There's a subtle difference here. And it's maybe a little bit difficult to understand, but it's not so important here at this particular point. Там есть различные, как бы, отличия, но это не настолько важно. И когда я даты тоже говорю, очень хорошо тоже было бы их записывать. 5 октября 1783-го Уильям Керри был крещён. А в 1785-м Уильям становится директором школы в Малтоне. Также его пригласили в качестве пастора по местной баптистской церкви. И в это время он читал такие книги, как рассказ о последних днях жизни святого Бернарда. И книгу, которую написал Джонатан Эдвардс. Кто-то слышал о нём что-то, об этом Джонатане Эдвардсе? И тут я, в принципе, даю такую информацию, которую обычно нельзя где-то просто достать. Ну, я читал многие из этих книжек. И такие книжки, такого плана, когда их читаешь, что так много есть о чём задуматься. Ну, не думаю, что есть перевод на русском языке. Ну, если будет возможность, то очень интересно было бы с ней познакомиться с этими книжками. И в это время он также читает журналы, дневники этого исследователя Джеймса Кука. И как все эти книжки повлияли на Уильяма Кэрри? Его очень обеспокоила вот эта возможность пропаганды, распространения Евангелия по всему миру. Настолько коснулись его сердца эти книжки. Так что он захотел достигать незнающих Христа. Его друг Эндрю Фуллер, о котором мы уже говорили, написал памфлет в 1781 году. И название этого памфлета было «Евангелие, достойное всякого принятия». А, и он написал этот памфлет в ответ на хайпо? А, памфлет в ответ на эти хайпо или, можно, сверхкальвинистические идеи среди баптистских верований. Хайпо или хайпо значит «сверх» или «чересчур», «очень сильный». Знаем мы, что такое кальвинизм? А кальвинизм — это спасение по предопределению. Если Бог хочет, чтобы ты был христианин, то ты будешь. Если Бог не хочет, то ты никогда не будешь. Именно в такой сфере Уильяма Кэрри приходилось вращаться. Все люди не обязаны верить Евангелие. От этого утверждения, что все люди не обязаны верить Евангелие, это такое преобладающее убеждение того времени, которое было. В 1796 году на одном из служений. В собрании служителей этот Кэрри поднимает вопрос такой, что обязан ли каждый христианин распространять Евангелие по всему миру? Может быть, не так, как это сегодня, но в то время этот вопрос был очень такой огромный. Лежит ли ответственность на верующих рассказывать другим? Вот такой вопрос. И также идти в мир по всему миру. Джей Ар Райленд, отец Джо Райленда. И он отвечал Кэрри таким образом. Молодой человек, а ну сядь. Когда Богу захочется обратить с язычника, то он сделает это без твоей помощи и без моей. Как я сказал, это такая мысль была. гиперкальвинизм, который преобладал в то время. Что, ну это работа Бога, это задача Бога, а не наша. В 1789 году Кэрри становится пастором небольшой баптистской церкви в Лестер. А потом, три года спустя, в 1792 году, он написал свое такое очень разрушающее всякие понимания, понятия манифеста. Такой манифест о требовании каждым христианам распространять Евангелие. Он так назывался. Вот название этого манифеста требования и, как бы, обязанностей, предъявляемых христианам, использовать все средства ради обращения язычников. И эта книжка состоит из пяти частей. Первая часть — это теологическое подтверждение или оправдание для миссионерской деятельности. И что доказывает Ишуа заповедовал подготавливать учеников по всему миру? И что эта заповедь все еще так предъявляется к христианам? Это в Матфея 28, 18-20. Хорошо, давайте читать это. Ишуа пришел к ним и говорит, что вся власть дана мне на небе и на земле. Поэтому идите во все народы и готовьте учеников. Погружая их в реальность Отца, Сына и Руаха Кодыш. И учая их все то, чему я повелел вам соблюдать. И помните, я буду с вами всегда. Да, даже и до скончания века. Это стал ключевой текст для Вильяма. И на этом тексте все свои аргументы он строил. Это была очень сильная книга. К сожалению, у меня так не получилось достать вариант этой книжки. Я хотел бы почитать его аргументы. Вторая часть его книги заключала в себе общий вывод миссионерской деятельности. В этой книжке было пять частей, пять подразделов. Поэтому первая часть, как мы сказали, теологические доказательства для миссионерской деятельности. Вторая часть книжки. Это история миссионерской деятельности. Начиная от ранней церкви. И заканчивая Дэвидом Брэйнардом. И Джоном Уэсли. Мы потом дойдем до Джона Уэсли. И его жизнь очень интересная. Третья часть той книги. И там было 26 страниц различных схем. Которые перечислялись область, население. И, можно сказать, религиозная статистика по каждой стране во всем мире. И Кэрри составил эти таблицы, эти схемы, еще когда был учителем в школе. И в этот момент вы только задумаетесь. Что этот человек сделал до того момента? И мы думаем, как же это вообще возможно? И я дам два возможных варианта. Две причины. Может, даже три причины. Первое, это Бог настолько его захватил. Так что он хотел использовать свое время очень продуктивно. Вторая причина. Не было телевидения. Не было телевизора. И не было телевизора. Третья причина. Не было компьютеров. Четвертая причина. Не было видеоигр. Как мы используем свое время? Это один из таких больших вопросов, который возник в моем сердце, когда я читал эту историю. Что этот человек так многого достиг. Уже. А мы еще даже не начинали. И даже есть книжка в наше время. Называется книжка «Операция мир». И там также в этой книжке… Там также перечислены все страны, которые есть. И там такая же тема, как и тема у книжки Уильяма Кэрри. Там перечислены область, район, население страны. И статистика по религиозной деятельности в каждой стране мира. И Кэрри завершил эту работу где-то в 1792 году. Я могу представить, что в наше время не так уж и трудно найти всю эту статистику. Залезть в интернет и найдешь все, что нужно по этим странам. Но он это сделал в 1792 году. Как он это сделал? Ну, наверное, он читал много. Использовал время хорошо. И он это еще занимался этим, пока преподавал. Четвертый раздел, четвертый раздел книжки. Можно сказать, ответы на протесты против высылания миссионеров. Например, такие. Трудности в изучении языка. Либо опасность в жизни. Здесь я хочу лично заметить. Я очень переживаю в отношении того, как мы посвящены достигать других людей. Особенно мы, как Центральная Европейская Церковь. Я не обязательно говорю о какой-то определенной местности мира. Где я знаю, что Церковь очень активна в достижении других. И тенденция такая наблюдается в Западной Европе находить различные извинения. Почему мы не высылаем людей? И две из этих причин также перечислены в книге Кэрри. Это трудности в изучении языка. Либо опасность жизни. Я думаю, что во многих случаях мы не готовы жертвовать собой. Поэтому думаю, вот почему мы сталкиваемся с некоторыми проблемами в Центральной и Восточной Европе. И мы также увидим некоторые ситуации, с которыми сталкивался Кэрри в качестве миссионера. И возможно, этот вопрос также мы должны себе задавать. Захотел бы ли я так же поступать? Пятый раздел книги. Называется раздел «Призыв к баптистской формации формировать». Получается «Призыв к формированию баптистской деноминации миссионерского общества». И также там идет описание практических способов, как это можно все осуществить. И в памфлите Кэрри, можно сказать, есть основания, фундамент всем миссиям. Это христианская обязанность. Затем мудрое использование доступных ресурсов. И точная информация. Позже Кэрри проповедовал проповеди промиссионерского направления. Промиссионерская проповедь, которая называлась «Проповедь без смерти» или «Бессмертная проповедь». И там идет ссылка основная на местописание, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб, чтобы кто-то умер. Снова пытался достать копию этого материала, но не получился у меня. Думаю, что было бы интересно почитать его проповедь. В этой проповеди он использует отрывок из Исаии 54 главы. Расширь место шатра твоего. Распространи место покрова твоего. Не удерживайся. Расширь веревки твои. Дальше пусти, забей колышки. Потому что ты распространишься направо и налево. Твои потомки овладеют народами. И населят пустынные города. Что еще могу сказать об этой проповеди? Постоянно он повторял одну и ту же фразу. Это стало его одной из самых любимых фраз. «Ожидайте большого от Бога. И пытайтесь делать большое для Бога». Ожидайте большое от Бога и пытайтесь сделать большое для Бога. И сейчас мы взяли.